Здравствуйте! Сегодня в рамках нашей программы о том, как гражданское общество помогает в борьбе с коронавирусом мы посетим заведение Владимирский очаг. Это ресторан, который готовит горячие обеды для медиков, разводит в больницы на волонтерских началах. Сегодня мы сходим к ним, поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я постоянный гость Кубабара. Я подружился с директором и владельцем Екатериной. Так получилось, что 7 апреля Катя размышляла о том, чтобы закрывать заведение с низкой посещаемостью. И у нас родилась с ней идея сделать проект горячие обеды медикам. 10 апреля у нас уже была первая отгрузка в медицинское учреждение. И мы начали работать вообще без выходных. Абсолютно без выходных. 4 мая, к сожалению, мы не смогли больше продолжать работать на площадке Кубабара. И тогда я познакомил Катю с Денисом. Это заведение Владимирский очаг. Оно находится в шаговой доступности от Кубабара. То есть это конкуренты. Мы приехали к Денису. Я рассказал ситуацию Екатерины. И Денис сразу сказал, что готов с Катей делать совместно данный проект горячие обеды медиков на площадке Владимирский очаг. И мы сразу же продолжили акцию. Акцию мы проводим до сих пор. То есть ежедневно, без выходных, мы поставляем горячие обеды медикам. Я очень надеюсь, что мы продолжим этот проект и дальше. Меня зовут Денис. И я являюсь директором кафе Владимирский очаг. Все началось 7 мая. Ко мне на площадку приехала директора бара Кубабар Екатерина. И предложила продолжить ее акцию «Собери с собой кудок». Конечно, мы согласились поддержать эту акцию. И с 8 числа мы уже начали готовить горячие обеды медикам на площадке Владимирский очаг. То есть мы приходим с утра, минимум мы готовим 50 порций на подстанцию скорой помощи номер 6. Потом совместно с директором Кубабара Екатериной их вместе развозим. Наверное, скажу еще спасибо поставщикам тем, те, которые нам помогают. Могу сказать, откликнулся вчера завод безалкогольных напитков в Минске. Сегодня мы едем забирать 1350 бутылок березового сока. А так помогают люди, кто-то помогает картошкой, кто-то другими продуктами. Мы делаем свое дело, мы вкусно готовим. Кубабара Екатерина Всем добрый день! Меня зовут Екатерина. И я являюсь директором заведения Кубабар Минск. В конце марта все мы знаем, какие наступили события. В начале апреля я была вынуждена прекратить деятельность своего заведения. И мы присоединились к акции «Собери с собой к доктору», назвав свою акцию «Горячие обеды медиков». 20 дней продолжалась наша акция. И, к сожалению, по техническим причинам мы должны были закрыть заведение. И к большой радости мы нашли способ и возможность продлить нашу акцию. Так как меня познакомили с владельцем конкурентного заведения «Владимирский очаг» с Денисом. Денис с радостью согласился продолжить эту акцию. И на сегодняшний день мы продолжаем. Продолжаем работать, чтобы наши медики получали горячие обеды. И немножко мы смогли облегчить их труд. В обычное время мы были конкурентами. А сейчас, в этот сложный период, мы объединились. Потому что вместе мы можем больше. Денис с радостью. Денис с радостью. Обеды готовы, загрузили. И сейчас мы едем развозить обеды врачам. Давайте сейчас узнаем, куда мы едем. Скажите, куда мы едем вообще сейчас? К кому будем развозить обеды? Станция скорой медицинской помощи номер 6. Акция «Горячие обеды медикам». День 34. Компания «Горячие обеды медикам». Компания «Горячие обеды медикам». Так что мы Company Learning. Начинаем зак cam. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok На самом деле в этом плане тоже многие люди спрашивают типа вот волонтеры помогают врачам а что разве врачей там не кормят разве нет столовой какой-то еду там не готовят то есть ну как вот обстоит там ситуация то есть вот до того как была акция чем вы питались вообще вы просто с дома берете то есть тут ничего не готовят ну вот как-то так как-то так да как-то так да Добрый день, Щуприк Сергей Олегович повар Владимирского очага находящийся на улице Некрасова 11-34 Мы работаем сейчас под эгидой «Мы разом» кормим наших уважаемых медработников, врачей хочется обратиться к многим коллегам своим шефам, директорам учреждений, заведений, ресторанов, гостиничных бизнесов, чтобы они объединялись помогали нашим медработникам, вставляли обеды Если вы можете, объединитесь, пожалуйста и хотите работать с нами, приходите к нам будем говорить с вами по поводу как объединиться, как реорганизовать наши ресурсы может кому-то что-то не хватает по продуктам соберем логистическую базу, чтобы распределить все продукты между другими заведениями, которые помогают в столь сложное время нашим медработникам, дорогим и уважаемым По нынешнему, если разобраться, это герои нашего времени которые помогают, несмотря на свои силы сутками работают, ночами работают, ездят к больным, забираются Под эгидом разум, будем разум Уважаемые коллеги, объединяйтесь, пожалуйста и помогайте друг другу не будьте злыми, будьте благодарны друг другу и откройте свои сердца